Пасмурное утро, но мухи уже атакуют. Подобрались мы к пустыне Стерта, но сегодня планируем заехать в сам национальный парк Стерт. Ночевали мы вот в такой местности, это аборигены тут сделали так называемый кем-сайт, можно остановиться ночевать, удобно, есть вода, есть душ, есть туалет. У аборигенов такой вот душ, которым мы воспользовались, все удовольствие червонец. Хороший кемпинг, но если вы думаете что на входе тут сидит абориген с копьем и собирает по червонцу, то вы ошибаетесь. Дело в том, что нам придется еще искать куда же отдать этот червонец. Где-то тут есть какой-то магазинчик в соседней деревне и там сказали вроде как надо отдать денежку. Ну пойдем искать. Вроде пасмурно, но мухи уже не дают покоя, вот видите что творится, все в мухах. Какая-то погода не радует, облака затягивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот началась трясучка и сейчас дорога поворачивает и мы поедем перпендикулярно Дюлю. И будем прыгать как на американских горках. Вверх-вниз, вверх-вниз. Приходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы и уперлись в знаменитый австралийский забор. Это забор сделан от диких собак Динго. Является самой длинной конструкцией в мире. Занесен в ригу рекордов Гиннеса. 5600 километров протяженность этого забора. Собака Динго это единственный хищник на континенте. Только на побережье есть крокодилы и акулы. А внутри континента опасность представляет только собака Динго. Причем это не австралийского происхождения животное. Относится он к азиатскому волку. Представьте себе силу фермерства, которое смогло выбить у государства такие гигантские деньги, чтобы построить забор длиной 5600 километров. Вдоль всего забора идет дорога, но по ней ездить нельзя. Она сделана для обслуживания этого забора. Но забор не пускает на ту сторону только животных. Причем кенгуру способны его перепрыгнуть. Ну, может быть, не в этой части, но есть части пониже. Езжать, конечно, туда можно. Сейчас мы его откроем и поедем дальше. Самое интересное, что за забором находится другой штат, называемый Южная Австралия. Столицей которого является Аделаида. И там переводится время, кстати. Вот такая достопримечательность на дороге. Ну, ладно, надо ехать дальше. Ну, что, въезжаем в Южную Австралию. Но это еще не все. Тут есть точка, где сходятся три штата вместе. И сейчас мы на нее заедем. Вон вправо с ворот. Несколько сотен метров отсюда. Через 20 метров мы уезжаем в следующий штат. Куинзланд. Тут сплошная цивилизация. Бензин. Солярка. Камерон Коннор. Камерон Коннор. Ну, говорит о том, что здесь находится Южная Австралия. Туда пошел штат Куинзланд. Туда пошел новый Южный Вэльс. В точке, где сходятся три штата, находится вот такой паб или харчевня. Или как ее назвать, не знаю. Камерон Коннор. Апокалиптический такой пейзаж. Была вода, вода ушла. И только десяток дохлых кенгуру. Веселенькое дело. Тоже какой-то должен быть резервуар. Воды нету. Ничего нету. Все высохло. Только вороны летают. Редактор субтитров. что-то погода совсем не нравится дождь сам по себе не страшен страшно то что тут два года его уже не было и тут ничего не предназначено для таких дождей если ливанет то по дороге по этой уже не проехать надо поскорее выбираться куда-нибудь цивилизации ну вот и началось а а а а а а